Дорогие украинцы! Сегодня волонтеры – это самая мощная часть гражданского общества Украины. Это движение, объединяющее все города и общины нашего государства и все социальные группы. И это идея, которая вовлекает в украинскую борьбу за свободу миллионы людей из разных стран мира. Сегодня день очень известных организаций, чьи названия слышал каждый украинец. И день людей, чьи имена пока не звучат по всему государству, но которые вместе со всеми в день нашей победы почувствуют, что это их результат. Это день ветеран ХАП и армия СОС, день стаи и аэроразведки, день КСЕ Фаундейшн и тех, кто основал и помогает проект «Небесная гвардия», день госпитальеров и всех парамедиков и врачей, помогающих на фронте. Это день крыльев победы и ООО «Землячки», фонда «Вернись живым» и «Мотохелп», фонда Сергея Притулы и волонтерской «Сотни доброволя», фонда «Кола» и «Соломенских котиков», центра «Марлок» и украинской волонтерской службы. Разум for Ukraine, объединение «Народный тыл», волонтерской группы «Хелп Арми» и общество «Красного креста Украины». Это день Юнайтед-24 и каждой из более чем сотни стран, кто помогает закупить машины скорой или морские дроны. Это день звездных послов, которые тоже стали волонтерами и направляют силы мира для Украины. Сегодня день Харьковского фонда «Поддержка защитников» и Львовского ООО «Независимые», день Союза Украинок с Франковщины и Краматорского центра «Вместе к победе», фонда «Ангелы спасения» из Донецкой области и ООО «Городской центр помощи» из Запорожья. Это день с Пивди и Пласта, ООО «Родное Полесье», группы активной реабилитации, украинского женского батальона, котиков-патриотиков и доброго дела, фондов «Летс Хелп», «Харьков с тобой», «Хоуп Юэй», «Твоя опора», «Мы с Украиной» и «Район номер один». А также день Евгения Субботы, координатора волонтёрских центров Гастомеля. Ульяны Грядиль из ООО «Апостольская чета», ООО «Защита объединения волонтёров». Юлии Коноваловой, главы ООО «Люды всюды» и волонтёра проекта «World Central Kitchen». Владимира Фирмана, ректора Марийского духовного центра «Зарваница». Это день Украинского католического университета и десятков университетов и студенческих сообществ в нашей стране и за рубежом, которые приняли участие в защите нашего государства, свободы и людей, и человечности. Поэтому сегодня мы благодарим также организации, как «Зоопатруль» и «Юэй Энималс», и всех тех, кто знает, что спасение животных – это также спасение души. Большинство из этих названий вы наверняка знаете. Каким-то из этих организаций и проектов вы уже могли помогать. Но волонтёрское движение значительно больше и шире. Это тысячи структур, десятки тысяч неравнодушных людей и миллионы тех, кто приобщается. Это день тех, кто искал броники ещё на Майдане и продолжил искать и доставлять всё, что может быть нужно для передовой. Это день тех, кто производит маскировочные сетки. Львов, Ровно и ещё тысячи украинских городов и сёл. Десятки тысяч людей. Это день простых украинцев, которые помогают всем решать очень непростые задачи. Помогают восстанавливать энергетику после ударов, возвращать нормальную жизнь на деоккупированную территорию. Это день тех, кто обеспечивает реабилитацию и протезирование. Кто оказывает психологическую помощь. Кто поддерживает переселенцев. Кто помогает освобождённым из плена. Кто печёт хлеб для военных и завозит пищу туда, где опаснее всего. Это день водителей, помогавших с эвакуацией и доставкой гуманитарки. Это день многих очень разных людей, вместе усиливающих Украину. Это день тысяч украинских бизнесменов, которые сделали свои проекты помощи армии и обычным людям. Или присоединились к имеющимся волонтёрским программам. И день бизнесменов, делающих всё, чтобы усилить Харьков и Запорожье, а не Монако и Вену. Хотя волонтёрское движение стало частью фундамента Украины, у нас до сих пор не было особого знака отличия, которое могло бы стать символом нашей благодарности волонтёрам и тем, кто даёт силу этому движению. Кто даёт частицу своей собственной жизни, чтобы помочь спасти других людей. Теперь такое отличие есть. Это сердце. Золотое сердце для простых людей, защищающих всех нас. В этом году мы начинаем награждение такой наградой. Тех, кто действительно заслуживает. Тех, чьё сердце золотое. И именно поэтому они волонтёры. Сегодня я назвал 50 волонтёрских коллективов, чьи представители получат отличия в этом году. И каждый год мы будем отмечать волонтёрские проекты, другие организации, новых личностей. Люди должны знать, кто оказывает эту помощь для Украины. Люди должны знать, чьё сердце даёт нам такой результат, за который украинцы благодарны. Слава всем, кто помогает нашей обороне. Слава всем, кто помогает нашим волонтёрам. Спасибо каждому и каждой, кто занимается волонтёрским делом. И поздравляю вас с Днём Волонтёра. Слава Украине!